Так, вопрос восемнадцатый. Считаете ли вы себя приятным человеком? Нет, нет. Самой с собой мне приятно находиться. Но с точки зрения других людей, я уже давно человек неприятный, потому что я человек неудобный. Приятным человеком я была 20-30 лет. Я была такая веселая, беззаботная, всем нравилась, практически всем я нравилась. И я была как этот блестящий медный пятак. Золотой пятак. В общем, я была такая вся, вот прям такая. Я самой себе нравилась и людям всем. Я такая была вот услужливая, понятная. Я как бы и сейчас такая. В принципе, я не отказываю никому людям, но я маску другую себе выстроила на лице. Я выстроила на лице маску. Не лезь ко мне. И не получишь, и не огребешь по полной. Ну, просто забрала такое, повесила вот такое. И теперь пробиться очень сложно. А приятным человеком в глубине души, по характеру, да, безусловно. Потому что, несмотря на все мои злые высказывания, внутри, в виде поступков, я человек добрый очень. Ну, не злобливый, не подлый, не хитро выебаный. Вот даже как скажу. Не хитрожопый. Ненавижу хитрожопых людей, потому что ум без доброты – это хитрость, а ум с добротой – это мудрость. Такое выражение, да, есть. Поэтому приятность, слово только приятный человек, это мне так напоминает елейный человек. Вот простой, бывает простой, я сразу вспомнила, не залили приторным елеем ленинскую доброту. Маяковского вспомнила. Приятный человек. Приятность – это такое… Ну, вопрос опять тупо замкнул. Кто их составлял, я вот открыл какие-то первые сто вопросов. Вопросы не очень такие продуманные. Может, там какие-то психологические дальше идут выводы, я не знаю. Ну, короче, приятный ли я человек? Ну, с точки зрения большинства людей нет, однозначно нет. Я думаю, что уже давно нет. А с точки зрения тех, кто меня давно знает и любит, и принимает, однозначно да. Потому что вот эти люди говорят со мной легко, я никого не гружу, я не лезу ни в чью свободу, я никогда не ограничиваю права выбора, я не покушаюсь на чужую собственность, я не жадная, я не… Мне вот мужики говорят, что я вредная, но это… Теперь я понимаю, почему это слово «вредная» использовалось. Вредная, потому что неудобная. Меня зовут и к чему-то конкретному склоняют, я говорю, допустим, нет, или там спорить начинают. Вот ты вредная, вот ты вредная. Ну, конечно, вредная. Я не податливая и не манипулируемая. И как бы знаю, ну, не то, что цену себе, но знаю, что хочу. В этом плане вредная. Ну, а в плане приятная, неприятная, повторяю, что определённая лёгкость во мне есть, которая умение смотреть на жизнь легко, спокойно, позитивно в любой ситуации, с деньгами, без денег, я не буду пилить, я не буду чмырить человека за то, что он не заработал. Я легко как бы на всё это смотрю, но нету, значит, пошли поработаем. Всё. Нечего жрать, что там у нас есть, пожрать. Давай поедим. Всё. Так, наверное, если кому-то что-то неудобно, ну, обойти. Ну, или я отодвинусь. Ну, как бы. То есть со мной можно договориться. Если ко мне нормально подходить, со мной можно договориться обо всём. Я даже могу прогнуться, ну, в смысле, отодвинуться, пойти себе в... Как бы не то, чтобы ущерб себе сделать, а, ну, есть люди, которые как бы колом встают, ни за что не сдвинуться, ни за что. Либо быть правыми. Я гибкая, я вижу, что человек такой, ну, броня такая идёт, как же, что у тебя танк. Ну, отойди. Всё. Нормальное, вполне качество, вполне даже приятное. Потому приятное, смотря для кого, смотря в какой ситуации. Субтитры сделал DimaTorzok